Всем привет! Сегодня я приехала в клинику Фёдорова. Это МНТК микрохирургии глаза. Сегодня я ложусь здесь в больницу и у меня планируется операция. В этой клинике это уже третья. До этого я оперировалась еще два раза в Мониках. Это за последние полтора года. Давайте я вам покажу, что здесь. Я в итоге больше трех часов пытаюсь госпитализироваться. Когда первые два раза ложилась, проблем никаких вообще не было. Пришла, быстро легла и все было замечательно. Прям в 9 утра приезжала. Ну ладно, все равно карточка у меня уже на руках, слава богу. Я сейчас ходила, мне измерили размер глаза. Какими-то каплями дурацкими закапали. У меня прям аж глаз больной онемел вообще. Здоровый нормально, а больной онемел сильно. Ну надеюсь, что сейчас уже проблем не будет, потому что карточка на руках, все на руках и уже спокойно лягу. Фух, ну наконец-то. Все, меня заселили. Давайте я вам покажу номер, что здесь есть. Вообще этот номер какой-то темноватый. Обычно здесь бывает включатель, он регулирует именно свет. Можно потемнее, посветлее, а тут, конечно, совсем печаль, беда. Уж так лучше сейчас. Да, какой-то желтый свет. Так. Так, наверное, поприятнее. Итак, что мы видим? Здесь вот такое окно. Летом здесь практически, если честно, невозможно, потому что хочется воздуха. Очень жарко. Открывается только вот эта вот форточка немного. И все. И она открывается не прямо уж на распашку, а так немножко продувается. Здесь большое окно. Вот так все это дело двигается, конечно же. Итак, что у нас здесь есть? Стоит один стул. Кровать. Пока я вещи не разобрала, лучше вам покажу. Тумбочка. Здесь выдвижной ящик. Холодильник. Жужжит холодильник, причем сильно. Так, фокусируйся. Телевизор в этот раз у меня тонкий, потому что в прошлый раз стояла такая большая бандурина. Но хотя бы он работал. Пришла медсестра в прошлый раз и попросила мой телевизор, потому что ее вообще прям не работало. А мне он не нужен, у меня есть интернет, телефон, айпад. Такое узенькое зеркало на самом деле. Телефон. Обычно звонят медсестры, когда нужно закапать глаза, либо с утра они будят. Я обычно спала до победного, и меня будили, говорили, все, иди на операцию. И я такая полусонная, шла на операцию, потому что все равно приходилось потом ждать еще часа полтора. В любом случае, пока там придет анестезиолог, пока просидит, что очередь, пока тебя оденут. Операции делали мне обычная не под общим наркозом. Под общим наркозом делали обе операции в мойниках, а здесь делают обычно под местным наркозом. Шкаф. И в ванной. В ванной у нас кусочек мыла. Зеркало. Три полотенца. Для ног. Для головы, для тела. Вода нормальная. Горячо-холодная. Душ вот так и выглядит. Для самых одаренных стрелочки. Я, наверное, все равно свет включу, потому что как-то темноват у меня. И буду раскладываться. Меня вот эти вот пятна уже бесят. Вытирайтесь. Пока вещи разбирала, заметила, что у нас-то точно такой же телевизор. Олег купил мамину комнату. Заметила вообще по пульту. По-моему, это НЛО. Как вы думаете, что это может быть? Пыталась я тут поставить эту камеру хоть куда-нибудь. В общем, только так придумала. Мне поставили новый диагноз. Четвертый рецидив от слойки сетчатки и катаракта. Катаракту мне поставили в 25 лет. Сейчас мне уже 26, но раньше я просто не могла физически сделать эту операцию. Да и слава богу, что я ее не сделала. Потому что все три раза мне лечили от слойку силиконом. Иногда просто в практике бывает такое, что лечат газом. Но в моем случае именно это делали силиконом. И представляете, последний раз у меня был силикон 8 или 9 месяцев в глазу. И только буквально недавно, недели 2-3 назад, у меня просто от слойка в очередной раз. Как так получилось? Непонятно вообще. Я просто в шоке. Ну, я уже думала, на этот раз сейчас силикон вынут и все будет нормально. Нет, так не произошло. Если бы мне раньше сделали операцию, то есть мне вынули бы силикон, поменяли бы хрусталик. И потом бы от слойка случилась. И пришлось бы делать очередную операцию опять силиконом. Но сейчас, видимо, мне просто, скорее всего, на данный момент, я считаю, что мне ведут опять силикон и поменяют хрусталик. Потому что, ну, как бы, сетчатка не прирастает. Каждый раз, когда делают именно эту операцию, они еще прижигают лазером. То есть теперь есть очень много мертвых зон, где, ну, видеть я уже не буду. Эта проблема у меня только с одним левым глазом. Я не понимаю вообще, что за дела, почему только со мной такая история. Потому что я весь интернет перерыла. Я искала видео, там, блогеров каких-нибудь, хоть кого-нибудь, кто сядет и нормально тоже расскажет, кто в такой же ситуации, как я, или хотя бы похожий. Я ничего такого не нашла. Вообще ничего. То ли реально я такой уникум, а все остальные только пишут. Потому что я видела очень много, как они называются, отзывы, да. Ну, в общем, чаты всякие разные, где вот идут эти переписки у кого, что у кого, как. А именно послушать человека мне не удалось. Если кто-то оказался в такой ситуации, напишите, потому что мне интересно. Я одна тут так оперируюсь, потому что, с другой стороны, я вот сколько сейчас езжу в эту клинику, я не вижу девчонок своего возраста практически. Операция будет проходить завтра, то есть с утра мне ни пить, ни есть, ничего нельзя. Кстати, вот то, что мне закапали глазами, он у меня перестал анимевать, господи, да. Где-то только через час, через полтора. На этаже есть кулер, можно спокойно попить чаю. Доброе утро. Сегодня, это, конечно, была невыносимая ночь вообще, честное слово. Ну, первые, наверное, минут 20. Я слушала этот холодильник, и я думала, я просто сойду с ума. Он очень громкий. Ну, а потом все равно, если спать хочется, я как бы все равно усну. Все утро мне капают уже глаза, и у меня уже большой озрачок. И вот они один раз, вот так вот зеленко, помечают глаз, какой будут делать. Вот, вот. Сейчас уже врач придет, начнет делать операции, и меня позовут, я уже буду там ждать. Ну, вот и все. Я прооперировалась. Чтобы вас не пугать, решила одеть очки. Вообще, еще от анестезии отхожу, голова вообще не работает. Футболка такая, 48-52 размер. Вот такая вот просторная, удобная штаны. Тоже вот такие на завязке бахилы. И на голову обычно одевают еще эту шапочку. Операция была в этот раз очень долгая. Очень долгая. Потому что в этот раз мне оперировали практически 2 часа. 2 часа, какой практически. Всегда была у меня операция все те разы. От 20 до 40 минут. Первые две были с общей анестезией. Вторые две вот уже в этой клинике не делают. Ну, как бы делают общую анестезию, я знаю, но как бы не в моих случаях. Делали все время под местным. Первый раз мне здесь делали один укол. Один, ну, как бы под глаз. Второй вот сюда, вот в скулу. Второй раз делали только один укол под глаз. И вот сегодня повезло, как бы хорошо. Просто как уляжется. Если уляжется хорошо анестезия, то делаю только один укол. Если плохо уляжется, то как бы приходится делать второй. Ой, ну, вот сейчас отходит. Не имеет лоб, не имеет вот эту вот вся часть. Все-таки отслойка. Короче, оперировал у меня отслойку, опять ввел силикон. Сказал, больше не полезет. Все, если сейчас не прирастется. Так, ну, что еще вам рассказать? Вообще здесь врачи вообще молодцы. Постоянно поддерживают. Все улыбаются. Никто, ни на кого не кричит. Если какие-то вопросы, и даже если задаешь их несколько раз, совершенно нормально, все прекрасно отвечают. На капли те же самые. Каждое утро будили. Звонили по телефону и говорили там, приходите капать. Или там приходил врач, и опять же звонили по телефону и говорили, выходите. То есть никто не долбится, никто не приходит, никому ничего не надо. Если там что-то вообще не в порядке, сразу же приходят, чинят. Обид приносит номер сейчас, потому что в столовой здесь, ну, сквозь по дерьмо, он просто делает. Поэтому сейчас просто по номерам носят. Кормили хорошо, прекрасно, все замечательно. Это борщ, наверное, со сметаной. Ну-ка, еще попробую. Не знаю, не, не со сметаной. Ну, какой-то интересной приправой, очень сладкой. Так, это макароны и кусок какой-то мяса. Кабачковая икра и хлеб. Два кусочка белого, один кусочек, нет, два кусочка черного. Все прекрасно упаковано, все в одноразовой посуде. А это что? Наверное, кисель. Это какой-то вкусный компот. Чувствую четко мандарин. Это у нас идет салат. Редиска, капуста, огурец, помидор, котлета с гречкой и уха. И сегодня также два куска белого хлеба, два куска черного хлеба. Операции здесь проводятся, ну, примерно стоимость вообще околеблется от 40 до 100 тысяч, например, от слойкой сетчатки. Каждый день, каждые сутки нахождения здесь стоит, господи, сколько стоит, 3-400 одни сутки. Так, 14.47, мне пора идти к врачу. Сейчас мне дали выписку, в общем, глаз у меня практически не открывается. Снимать очки на солнце ни в коем случае вообще нельзя днем. Постоянно должна быть темнота в глазах сейчас вечером, только вечером. Даже вечером, вот если, ну, лапочка горит, нельзя снимать очки, либо эту шторку вешать. Ну, то есть залеплять глаз. Видит глаз у меня очень плохо. Ну, вот, вот, левый глаз, правый у меня, то есть, закрыт. Левый глаз вот так у меня не видит руку вообще. И вот здесь, вот это вот тоже у меня мертвая зона снизу. То есть, мне проверили сегодня зрение полностью, давление глазное и все. И чего-то он меня очень-очень-очень плохо стал видеть. Врач сказал, ну, то есть, прям все, много мертвых зон. Врач сказал то, что посмотрим, как оно пойдет дальше, какие части дальше будут видеть, какие не будут, непонятно. Но зрение я реально теряю на один глаз. А теперь я побежала к врачу, потому что я хочу еще увидеть, какие мне капли нужно капать. Мне сейчас дали список, но там получилось что-то их слишком много. Он мне в прошлый раз некоторые вычеркивал и другие писал. Посмотрим, как он поступит в этот раз. Выписку дали. Здесь у меня и именно какой мне силикон вставили в глаз и какой хрусталик. И теперь, вы представляете, у моего глаза есть паспорт. Вот это да! Я просто в шоке. Вот. Есть у Марьяны паспорт, а есть у Марьяниного глаза паспорт. Вот так теперь это выглядит. Здесь, в общем, куча бумажек. Такая, такая, такая. Все на иностранном языке практически. Но я еще толком ничего не листала, не смотрела. Но мне вот только что дали в руки, сказали, что это паспорт. Вот эта фирма у меня, походу, и есть. Да, вот эта фирма у меня получается хрусталик, а вот это силикон. Какие же здесь долгие коридоры. Я иду из корпуса в корпус. Сейчас я вам расскажу такую историю. Однажды я шла и переписывалась по телефону. Я смс-ку писала. Иду, нифига не смотрю прямо. И передо мной, прямо на стене, вот видите, здесь узкий коридор. Я подумала, что вот так вот пойду сбоку, вот так у стеночки, никого не трогаю, и все будет нормально. А вот здесь вот, вот прямо вот этот вход, это в главный корпус. А вот на этом месте, вот на этом, висела вот эта камера. А, спасибо, хорошо. Висела вот эта вот камера. И вот сейчас она мне, вот, господи, вот, она прямо у меня над головой. А раньше она висела ниже. И как я впиндюрилась прям лицом в нее. И через две недели очередная отслойка. Это было просто что-то. Я отлетела от этой камеры так, что у меня в глазах прямо звездочки были. Прямо как в мультиках. Я села на пол. Я дуплиться не могла. Это был ужас. Но потом, конечно же, встала и пошла. Здесь главный корпус. Все такое красивое, под мрамор. Такой телевизор большой повесили. Так. 2017 год, 90-летие, дня рождения Федорова. Ну вот и все. Поговорили. Все, если честно, слезы наворачиваются. Потому что он сказал, что я, скорее всего, вот эту одну треть больше видеть не буду. То есть мало того, что одну треть, так еще и угол внизу. Еще когда мне эти, ну, показывали там этот огонек, который бегает. Короче, я до фига где не вижу уже. Не знаю. Сказал, скорее всего, вот просто одну треть из них. Бокового зрения никакого вообще даже не может быть и речи. Реально не вижу. Ничего с левой стороны. И, походу, видеть больше не буду. И остается только надеяться и молиться, что больше она тупо не отвалится. Иначе все. Если в этот раз просто она не прирастет, я могу реально тупо ослепнуть на один глаз точно. Тогда какая нагрузка будет на вторую? Его сейчас, ну, его уже лазером прооперировали. Ну, посмотрим, посмотрим. Ладно, меня уже дома Олег с Эриком ждут. Надо быстрее ехать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова